Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу поделиться результатами, ну, как обстоят дела с моими инвестиционными идеями, с которыми я делился с вами в последнее время. Это были инвестиционные идеи на покупку акций Megafon в ожидании buyback, то есть обратного выкупа акционерами. Вторая идея была на покупку EN+, в ожидании снятия санкций с этих компаний, с компаний Дерипаски. И третья идея была, ну, сигнал от стратегии Wall Street на покупку China Biology. Давайте посмотрим текущее состояние этих идей. Они не закрыты пока. Итак, вот сейчас мы видим что? Мы видим EN+. Вот вы видите EN+. Вот оно. Желтым цветом вы видите это, ну, фактически цена покупки. Она была немножечко ниже. И у меня стояло вот здесь стояло стоп-лимит. Стоп-лимит. Когда акции пошли вниз, стоп-лимит сработал. Но потом, когда акции снова начали восстанавливаться, я снова закупил их вот здесь. То есть желтым цветом стоит текущая позиция, которая, ну, которая была зафиксирована у этих акций. И я купил акции немножечко больше, чем было. Вот. Сейчас я увеличил пакет EN+. Ну, вот. Ну, здесь я немножечко и доложил денег. Вы видите, что стоимость уже 293 тысячи рублей. Вот. Соответственно, вот процент актива на EN+. Вот он, 12,66% портфеля у меня в EN+. И, соответственно, EN+, дало мне прибыль. И вообще, вот мой портфель, вы видите, он несколько изменился. Мне говорили, что я пересиживаю там в убытках. Я просто купил акции надолго. Вот сейчас эти убытки, они уменьшились. Те, которые акции в минусе, ну, можно сказать, минус уменьшился. Вот. Некоторые минусы исчезли. Вот. Что с EN+. Ну, вы видите, что EN+. Вчера EN+, очень резко вырос. Почему? Потому что вот в Америке сказали, что... Ну, то есть идет борьба какая-то политическая в Америке. И сказали, что, в общем, санкции, они намерены снять с этих компаний все-таки. То есть есть какая-то интрига. Люди говорили, что вот, демократы против. Да, демократы против. Но, тем не менее, как бы есть интрига, конечно. В ожидании того, что снимут, акции поднимутся, когда снимут. Если не снимут, то не поднимутся. Так, значит, акции были, мы видим, куплены EN+, по 404,7. Вот. Ну, реально, они были куплены несколько раньше. Они были куплены где-то вот здесь. Но здесь вот я зафиксировал стоп-лимит. И, значит, потом снова купил вот на желтой линии. Так, вот желтой линии я купил здесь 404. Это я сделал 9 января. На падении я докупился еще, долил туда. Сейчас 460 с половиной. Я посчитал, это 13% плюс. Не годовых. 13% за один день. Инвестиционная идея. ИН плюс. Санкции еще не сняты. Ожидается рост. Я не закрываю эту позицию. Следующая идея была. Мегафон. Идея была давно. Старая достаточно. Вот он, мегафон. Идея была купить мегафон. Я его в ожидании байбэка. Вот давайте посмотрим. Вот. Как мегафон вел себя. Когда я рассказывал про инвестиционную идею, значит, ну, естественно, он вырос. И я купил его вот здесь. По 615,6. Вы видите. Вот она позиция. Куплен мегафон. Так, вот он у меня, мегафон. Где? Вот он, мегафон. Куплен. 11, почти 12% от портфеля. В данный момент, значит, мегафон сначала рос, потом падал немного. Вот. Дальше. А дальше рост продолжился. Он резко вырос 27 декабря, в последний день торгов. В январе он слабо, но растет. Мегафон. Сейчас мегафон стоит 642 рубля 50 копеек. 4,3 процента. Он был куплен где-то 13 декабря. Ну, фактически за месяц. За месяц 4,3 процента. Это неплохая инвестиция. И следующая инвестиция, следующая инвестиционная идея, которая была от Wall Street. Давайте посмотрим на нее. Вот она. China Biologic Products Holdings. Ну, я сказал, что это более чем странная инвестиция, поэтому у меня стоит, вот она вот, рыжим стоп-лимит. И, соответственно, China Biologic Products выросло таки. Оно выросло. И сейчас 79,31. Посмотрите, вот был рост. Почему был рост? Ну, потому что S&P 500 просто начал расти. Вот. Желтым цветом то, за сколько я купил. Ну, соответственно, голубым текущая позиция. Значит, смотрите, вот у меня куплено 16 акций China Biologic Products. Ликвидационная цена 79,3. Текущая стоимость 1268 долларов. Соответственно, плюс 11,8 долларов прибыли. И, кроме того, я говорил, что я не выдержал и уже на свои деньги купил. Ну, не просто на свои деньги, просто вложил в качестве инвестиций надолго. Это не для спекуляций. Facebook. Вот. Я купил две акции Facebook, потому что он очень сильно упал. Просто я решил, что надо бы купить. Я купил его по 133,92 доллара на бирже СПБ. Соответственно, сейчас он 143,92. Эта инвестиция дала мне 7,4%. Вот он вырос. Еще раз говорю, 7,4% буквально за неделю процентов доходности этой инвестиции. Что я хочу сказать? Что, ну, во-первых, ну, это здорово. Во-вторых, инвестиционная идея. Я пользуюсь инвестиционными идеями. Я сам ничего особенно не придумываю. Я просто слежу за рынком и так далее. Вчера я был у брокера Финам. Это новый брокер абсолютно. Очень интересные, значит, продукты предлагают. Я об этом еще буду рассказывать. И если вы хотите научиться вот точно так же, так сказать, ну, как бы торговать, то я веду курс биржа для чайников для того, чтобы вы, ну, научить вас вот пользоваться абсолютно спокойно вот этим же терминалом КВИК. И вы сможете самостоятельно пользоваться, ну, вот этими идеями, которые, ну, во-первых, которые я даю. Во-вторых, вы можете сами искать, сможете сами искать после того, как закончите курс биржи для чайников, инвестиционные идеи и внедрять их. А что делает Финам? А Финам предлагает вообще очень интересный продукт. То есть я планирую сделать, что зарегистрировать брокерский счет у Финама и, ну, копировать эти же сделки там. То есть часть средств вложить в Финам. И там есть такой сервис, как автоследование. И вы сможете просто подключиться. И вообще ничего не надо изучать, ничего не надо учить, просто автоследование. То есть вы заводите туда деньги и совершенно, ну, просто повторяете мои сделки в автоматическом режиме, либо по сигналам. Это очень здорово. Я об этом буду вам рассказывать, что это такое, как это сделать. Возможно, кому-то покажется это интересным. Вот. И, соответственно, ну, оставайтесь на моем канале. Будет много интересного. Пока я буду рассказывать сейчас не только об открытии, но и о Финаме. И впереди еще, я думаю, что будет БКС-брокер. Это тоже крупнейший-крупнейший брокер. То есть вот открытие БКС и Финам. Я с самого начала рассматривал как брокеров для себя. Вот. Ну, начал я с открытием. Вот. Сейчас я буду рассматривать также и Финам. Там есть очень интересные продукты. И наверняка есть интересные продукты у БКС, потому что это крупнейший брокер. Один из крупнейших брокеров тоже. Наравне с Финамом, наравне с открытием. Если у вас есть какие-то предложения по другим брокерам, только не предлагайте мне, пожалуйста, Сбербанк. Ради бога. Я про Сбербанк и про Тиньков расскажу. Но пока они не конкуренты вот этой тройки. Вот. Поэтому оставайтесь на моем канале. Будет много интересного. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok